Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGTURO. Бренд Noose. Канистра с обезьяной. Многие про нее слышали, может некоторые даже покупали. Этот бренд прилежит моему хорошему знакомому Буэльдару. Мы с ним регулярно встречаемся, общаемся. У нас общих знакомых много. В общем, бренд, возможно, мы добавим на нашу маркетплейс. Хотел у вас спросить, как вы к этому относитесь, насколько для вас это интересно. Многие, возможно, пользовались этим брендом. Многие, может быть, слышали о своих знакомых или знакомых знакомых. Про бренд. Я знаю, где производится этот бренд, какие заводы его делают, из каких компонентов его делают, где конкретно и так далее. Поэтому добавить можно смело, конечно, потому что он будет лучше, чем некоторые бренды, которые сделала у нас в России, однозначно, в любом случае. В общем, бренд этот интересен, наверное, но единственное, что на маркетах мы стараемся размещать только то, что наиболее, скажем так, востребовано. Почему? Потому что, ну, либо наши бренды, которые мы сами занимаемся, как дистрибьюторы, как дилеры. Потому что сейчас маркеты, такая тема, очень сложная упаковка, возвраты, работа с товаром. Это прям, ну, реально сложно. Там, ну, много очень нюансов. Это не опты. В опте у нас около 80 брендов разных. На маркетах всего там брендов, наверное, может быть, от силы 15, там, от силы 20. Вот. У нас в опте гораздо больше товара, там, в разы. Вот. Поэтому, возможно, добавим, пишите свое мнение по этому поводу. Хочется, не хочется. Я хочу добавить, в первую очередь, линейку российскую, которая у нас в России делается. Потому что с той линейкой, которая делается за рубежом, а некоторые товары делают за рубежом по новому, они, конечно, сейчас с поставками, с логистикой беда. И непонятно, как бы с ними будут перебои, не будут. Поэтому я, в первую очередь, хотел сделать упор на тот продукт, на ту линейку этого бренда, который будет всегда, в ближайшее, по крайней мере, время. Еще раз напомню, что я знаю, где все это делается, знаю, кто делает, из чего и так далее. Вот. Поэтому пишите, что вы об этом думаете. Если что, мы добавим это все на наши маркеты в ближайшее время. Эдар меня уже там постоянно по этому поводу там прессует. И потом давай добавим, давай, давай, добавим, как бы. Ну, добавим, наверное, скорее всего. Потому что надо расширить линейку представленности именно по брендам российским. Этот бренд делается под private label, под STM на заводах. То есть, это не собственный завод, который прилежит Эльдару или ВНОУС. Но, тем не менее, как бы я знаю, где все производится. В общем, пишите свои комментарии. Если есть опыт использования данного бренда, тоже пишите, звоните, спрашивайте. Ценообразование для всех маркетов у всех по бренду НОУС, вернее, для всех единое. Поэтому цена будет у всех одинаковая. Единственное, что будет поближе, маленько к нашему региону. Покупать здесь у нас в Новосибирске, в Сибири и, может быть, даже на Дальнем Востоке тоже будет выгоднее, чем сейчас получается вы на маркете берете. В плане логистики быстрее просто будет приходить. Вот, пишите, звоните, спрашивайте. Эльдар, кстати, всегда на связи. Он всегда отвечает на вопросы. При необходимости по техническим вопросам, по компонентам, можно у него спрашивать. Человек вполне адекватный и всегда старается сделать так, чтобы информация была доступна для людей. Поэтому думаю, что, в общем, наверное, скорее всего, процентов 95, что мы добавим. В общем, если добавим, я напишу анонс, сделаю продукты, маленько расскажу. Линейка будет, скорее всего, российская. И про нее тоже расскажу более подробно уже, когда мы ее добавим физически. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyJity.ru. Подпишите, поставьте лайк и жмите колокольчик. И напомню еще раз, что все наши видео выходят на всех площадках, возможных для доступности и нормальных в России. Это Дзен, соответственно, ВК, Рутуб. В общем, там все мы тоже есть. И регулярно видео там дублируется. Всем пока.